Кинологический центр для дрессировки служебных собак расположен на шестом километре Авидиопольской дороги. Здесь живут более полусотни отважных псов, которых мы можем видеть на улице города рядом с полицейскими. Зубастые живут в просторных вольерах. Ни дня без тренировок, занятия на стадионе. Здесь предусмотрена специальная полоса препятствий и другой инвентарь для дрессировки. Если собака заболеет, ее тут же снова поставят на лапы. На территории кинологического центра есть ветеринарная больница. Она почти ничем не отличается от обычной. У нас есть и отдельное хирургическое отделение, манипуляционное отделение, смотровое отделение. И, что немаловажно, у нас находятся внутри ветлечебницы и вольеры для стационарного лечения животных. Есть на территории центра и закрытая зона для беременных собак. Когда у животного появляются щенки, его размещают в послеродовом отделении. Это вольеры уже для собачек, которым, чтобы было понятно, исполнился месяц и они могут самостоятельно принимать пищу. Они проходят определенную вакцинацию до того периода, как они могут уже перейти в вольеры. В центре есть и детская комната для обучения юных кинологов. Ее посещают почти полсотни школьников. Одна из них – Саша. Она осваивает кинологический фристайл. Танцуешь под музыку с собакой, показывая трюки. Саша уже ни одно мероприятие, ни на одном чемпионате была, очень много выиграла среди взрослых и среди детей. Служебные собаки способны разыскать людей и обнаружить трупы, найти оружие, наркотики. Их также подключают к охране порядка. Овчарке Немо только полтора года. Она уже может на нюх определить почти любые виды психотропов. Узнает шесть запахов. Это амбитамин, аммиак, героин, кокаин, марихуана и мак. Сейчас кинологический центр насчитывает 52 собаки и готовят для подразделений нацполиции и нацгвардии. Отбор щенков не прекращается. Правда, процесс это непростой. И сотни малышей пригодным к службе может оказаться всего один. Тестование мы уже начинаем с очень маленького века. То есть, полтора-два месяца кинолог проверяет нервовую реакцию. Есть своередные тести для каждого века. Костяк личного четвероногого состава составляют немецкие и бельгийские овчарки. Есть также лаборадоры и даже английские спаниели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова